Знаете, здесь люди меня ненавидят. Я вот так задаюсь вопросом. Вот подумайте, человек живет, и он не успокаивается, ему надо, чтобы со мной плохое что-то было, и он живет этим, живет этим, живет этим, живет этим, изо дня в день живет, составляют планы, живут, живут, живут. Кажется, откуда происхождение этой энергии внутри человека, да? А второй вопрос, а что я вам сделал плохого? Ничего. Некоторые вообще даже меня лично не знают. То есть демоны, они наполняют человека. И вот человек, что бы он ни делал, знаете что? Ничего не могут сделать. Ничего не могут сделать. Потому что мы помазанная церковь. Аминь. Ты же помазанный. Аминь. А потом, знаете, как вот рассказать вам, да? Так все одинаково, всю жизнь так. А потом звонят, приходят, пишут по-разному. Прости, пастор, что я это делал. Прости за то, прости за то, прости за то. Я говорю, так я простил. Я вообще прощаю заранее, наперед. Так сказать, авансом. Беспроцентный кредит. Как говорится. Вот только сколько вы себе нажили, и сколько вы вообще сделали зла, и сколько людей погибло через это. Вот это все, оно же потом становится проблемой для тебя. Понимаешь? Ну, люди каются потом. Люди грешат. И говорят, грешу и каюсь. Каюсь и грешу. Как стих есть, знаете? Грешу и каюсь. Каюсь и грешу. Словно гвозди в крест его вбиваю. Мне кажется, что я в себе ношу проклятие Адама. И страдаю. Я чувствую, не умер тот Адам. Живет он в каждой клетке моей плоти. И сквозь века он говорит мне сам. Ты в выборе добра и зла свободен. И потому не бойся согрешить. В общем, там такой стих серьезный. О том, что нам все-таки выбор нужно делать правильный. Знаешь, есть выражение в мире. От греха подальше. Всегда лучше быть добрым, чем злым. Всегда лучше говорить и вспоминать хорошее, чем плохое. Всегда лучше скажи доброе слово и защити человека, чем злое слово и обвини человека. Всегда будь за человека, а не против человека. Лучше делай все, что творит мир. Блажены миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Поэтому лучше я буду творить мир. Лучше я буду говорить о том, что не нужно вражды. Лучше служить Богу, чем не служить. Лучше быть частью церкви, чем не быть. Самые злые люди, которых я на земле встречал, это верующие. Самые страшные. Самые злые. Самые кровожадные. Самые ненавистные. Именно верующие, которые не знают Святого Духа, именно они руками язычников распяли Иисуса Христа. И именно язычник, Пилат кричал, давайте я вам отпущу в Араву. Давайте вот этого накажу, чтобы вам было легче. Ну отпущу, но жизни лишать не буду. Он упрашивал верующих, чтобы они не убивали Христа. Они сказали, нет, отпусти нам в Араву, убей Христа, распни его. Ничего не поменялось. Самые страшные человека убийцы, это верующие. Они тебя в тюрьму посадят, они тебя убить готовы. Они все что угодно готовы сделать. За что? Такой странный вопрос, на который невозможно найти ответа даже. И какое счастье, когда Бог смотрит на эту жемчужину, на эту церковь, на вас. Он смотрит на вас и понимает, что вы дети его. Знаешь, Иисус стоял и говорил им, Парисеям, говорит, вы дети дьявола. Потому хотите исполнять похоти отца вашего. А речь шла, знаете о чем? Он говорит, вы хотите убить меня. И он называл это похотью отца. Дьявола. Всегда, знаете, по той ненависти, которая выпылает вокруг человека, можно понять, какая любовь Божья там. Если так лютуют дьявол, если так лютуют бесы, если так лютуют эти лжеверующие. Знаете что? То представьте себе, насколько великие планы у нашего великого Бога относительно нашей церкви. Вы только подумайте, насколько велик наш Бог в своей любви. И огонь любви его больше намного, чем пламя той мерзкой ненависти, которая горит в сердцах нечестивых. И вы знаете, что будет сказать вам? Я пройду с Богом все невзгоды. Церковь, переплавленная в огне, станет как бриллиант. Этот мир мы будем очищать от нечисти, зная, какая она мерзкая. Мы будем проповедовать не какую-то полурелигию странную, полухристианство. Мы будем знать, что вера в Господа Иисуса Христа, она должна быть очищена огнем от всякой скверны. Поэтому мертвые будут подниматься со своих гробов, когда мы будем им приказывать. Болезни будут уходить массово. Это тысячи, тысячи раковых больных, которые уже умерли. Они встанут, они поднимутся с моргов и пойдут домой своими ногами. Потому что мы с вами проходим что-то, платим цену, чтобы это все происходило по-настоящему. И Бог сохранит и меня, и Викторию, и всех нас. Аминь. Будь проклят дьявол, будь проклят сатана, будь проклят каждый поклонник дьявола. Пусть они в аду горят вечно. Это люди, которые хоронят людей массами. Заживо закапывают, как во время геноцида. Это сволочи и подонки, извините за выражение. Которые делают зло, невероятное зло церкви. Невероятно зло людям. Вы знаете, сколько людей в аду оказалось уже? Вы даже не представляете. Вы не видели, как люди идут в ад. Когда у них отбирается спасение. И человек в несчастный случай. И он уже в гиене огненной. Это негодяи. Вы даже не представляете. Вы не видели слез людей. Вы не видели страданий, кошмаров. Вы не видели, как Вита почти умирала. Я смотрел и думал, какие же кровожадные, мерзкие люди. Но благодаря вашим молитвам она выжила. Она выжила. И вы не думайте, что я так выражаюсь. Иисус выражался не так. Он говорил намного серьезнее. Он их называл кодлом, змеиным, гадюками, мерзкими. Почитайте 23 главу Матфея. Я тогда еще не понимал. Но когда я пережил это все. Когда я увидел, какой дьявол. Вы еще не видели, какой дьявол. Вы еще не видели, какой дьявол. Вы бы не сидели ни секунды. Вы бы разрывали просто этого дьявола. Вы бы спасали людей. Дьявол омерзителен. И тех, кто души свои продали ему. Такие же омерзительные. Я знаю, что мы живем не зря. Я знаю, что мы живем. И наша жизнь важна. Благодаря нашей жизни, нашему служению. Вы не представляете, какую боль люди переносят. И какое избавление, когда вы служите. Вы даже это не представляете. Если бы вы только знали. Дьявол хочет скрыть это от вас. Чтобы вы посмотрели на себя, как ни на кого. Нет. Вы должны знать, кто вы. Я должен знать, кто я. Ты должен знать, кто ты. Знаешь, когда ты оказываешься не здесь на стуле, а там где-нибудь. В больнице. Еще где-то одинокий. Когда тебе жить невозможно, жить не хочется. Ты не рад вообще, что ты родился на свет. Ты не знаешь, что тебе делать. И на помощь приходит Бог через тебя, друг. На помощь приходит Бог через верующего, который служит в помазании Святого Духа. Это избавление. Это как будто бы родиться заново. Это как будто подарили тебе жизнь. Это как будто бы тебе дали шанс. Это как будто тебя избавили. Когда боли нет. Когда кошмара нет. Когда появляется дар жизни здесь на земле. Есть дар жизни там вечно. Амин. Он очень-очень важен. И в этот момент тебе дарится жизнь здесь. Через нас Бог дарит новую жизнь людям. Когда рак. Ты не знаешь, что это такое вообще. Кто-то знает, а кто-то не знает. Когда все, избавление никакого нет. И вот молитва. И представь себе, Бог исцеляет через молитву. И человек встает. Живой, здоровый. Бог ты мой. Нет онкологии. Нет онкологии. Я живу. Да мы не в игры играем здесь. Мы не в игры играем. Мы не просто тут развлекаемся. Церквушка, которая крутая. Да нет. Мы в самом деле приносим живого Бога. Жизнь людей. Люди сегодня хотят только настоящего, живого, настоящего истинного Творца Неба и Земли. И мы удостоены чести говорить о Нем. И не только говорить, но Бог приходит, когда мы говорим, приди. Вот почему дьявол ненавидит нас. Вот почему он кидается на нашу церковь. Но мы все, друзья, должны знать. Как бы он ни кидался, это для нас только знак того, что мы важны. И мы должны проповедовать это, Иван, или по всей земле, чтобы эта сила великого Бога, она текла в дома. Она текла прямо к людям, которые сегодня нуждаются. Им не поможет уже никто. Абсолютно никто. Им помочь может только тот, кто их сотворил. А он действует. Через меня. Через тебя. Через нас. Через нас. Вы меня слышите, друзья? Нам так выпало, чтобы мы жизнь прожили не зря. И мы благословенные люди. Иногда хочется, чтобы вот эти слова Иисуса, который все время говорил, все время говорил. Почему он их говорил? Знаете, какие слова? Он все время говорил. Имеющий уши. Слышит. Да слышит. Потому что люди, они не слышат. Ты им говоришь. Говоришь, слушай. Бог великий, сотворивший небо и землю, приходит сегодня к людям, которые погибли уже. Он пришел спасти погибшее. Погибшее. Все, конец. Он пришел спасти. Как? Через тебя. Через церковь свою. Через церковь, которая не боится ни огня, ни воды. Не боится ничего. А идет вперед ради Господа. Вот эта церковь. Вот через нее. Имеющий уши слышит. Да слышит. Он говорит. Да слышит. Что дух говорит церквям. Что дух говорит. Как важно услышать. Иногда, знаете, в моей жизни я видел, насколько бывает, я не слышу. Но оказавшись в какой-то ситуации сложной, оказавшись в безвыходной ситуации, оказавшись вообще на краю, там вдруг твой слух прорезается. Бывает такое или нет? И ты начинаешь понимать, что Бог пришел и спас тебя. Боже мой, кому-то расскажи об этом. Он же реален. Он же реальный Бог. Вы думали об этом когда-нибудь? Реальный Бог. И сразу думаешь, так хочется, чтобы люди, которые на этом же краю, а то и хуже, чтобы они тоже знали, что есть реальный Бог. А знать они могут это только через того, кто знает, что Бог реальный. Слышите? Никто не может рассказать о Боге, не зная Бога. А мы знаем Бога. Мы все знаем Бога. Ты скажешь, почему ты, пастор, так говоришь? Может, я не знаю, может, я так хожу. У тебя есть начаток. Ты свидетель того, что Бог делает. Многие из вас вы исцелились. Многие из вас вы здесь, находясь, переживаете помазание. Вы переживаете то сверхъестественное. У вас открыта дверь. Бог вам благоволит. Ты в этой церкви не потому, что ты так захотел. Он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас. Вы слушайте сейчас. Дорогая церковь по всему миру. Не потому, что ты так решил. Ты там выбор какой-то сделал. Это Бог так сделал. Он поставил тебя, чтобы ты знал Его. Вы не случайно здесь. Потому что вы должны быть очевидцами Его величия. Очевидцами Его славы. Того, как Он действует. Того, как Он творит чудеса. Вы слышите свидетельства. Послушайте меня. Это все для того, чтобы вы познали Бога лично. И пошли свидетельствовать о Нем. Сегодня, я говорю вам, через интернет это происходит. Я не знаю, как это Бог делает. Я не понимаю всего до конца. Но я знаю точно, что то, что я говорю, это Он. Вам нужно знать это. И Бог, Он будет воскрешать мертвых. Вы увидите это. Точно так, как Он сегодня стреляет тяжело больных. Продолжение следует.